Здравствуйте, друзья! Мы сегодня будем с вами рисовать кактус в горшке. В первую очередь мы рисуем горшок. Форму вы можете взять любую. Дальше мы рисуем кактус. Если у вас есть дома кактус, вы даже можете его поставить и срисовывать. Сначала рисуем основные части, форму кактуса. Можно цветочки еще нарисовать. А дальше мы уже начинаем украшать наш кактус линиями. Когда украсили кактус, мы начинаем оформлять, декорировать наш горшок. Узоры также вы можете взять любые. Когда рисунок у нас уже готов, мы берем акварель. Но перед тем, как акварелью работать, мы сначала смачиваем водичкой то место, которое будем красть акварелью. Я сначала покрываю кактус небольшим количеством воды. Аккуратненько стараюсь не заходить за линию. И покрываю весь кактус. Там, где у меня будет зеленый цвет. Навожу посветлее зеленый цвет. Больше даже такой салатовый. И покрываю кактус. Можно добавлять другие оттенки зеленого цвета. Где-то посветлее, где-то потемнее. Тогда работа будет интереснее. Когда мы покрыли уже весь кактус, мы начинаем работать над горшочком. Точно так же, небольшим количеством воды мы смачиваем горшочек. Наводим цвет для горшочка. У меня он оранжевый. Вы можете взять другой, любой цвет. И так же покрываем аккуратно горшочек, не заходя за линию, за контур. Теперь наш горшочек подсыхает, а мы начинаем работать над цветочками. Наводим цвет. У меня он красный. И аккуратненько покрываем цветочек. Когда мы прокрыли цветочки, наш кактус уже немножко подсох. И мы начинаем работать над деталями, линиями, которые мы нарисовали. Мы их обводим немножко потемнее. Некоторые закрашиваем толщину. Где-то у нас тонкие линии, где-то у нас толстые. И аккуратненько обводим. На большом мы уже полностью украсим. Заполняем этим цветом линию. Ну, так же можно где-то менять оттенок. Где-то посветлее зелененький. Например, чуть-чуть добавить туда синенького даже можно. Но слишком темным мы не делаем. Вот, видите, я навела немножко другой оттенок. И уже работа становится более интересная. Ярче. Работу поворачиваем, чтобы вам было удобнее. По направлению руки. Где-то можно еще второй раз пройти. Подкорректировать что-нибудь. Какие-нибудь детали. И когда мы уже все заполнили, мы начинаем работать над иголочками. Проходимся по краям и в серединке. Если в серединке делаете, то смотрите, чтобы у вас попадала большая часть на светло-зеленый. Тогда ваши иголочки будут более выразительные. Их будет очень хорошо видно. И иголочки рисовать очень просто. Это как галочки такие, как птички. Но старайтесь каждую делать очень красиво. Тогда наши весь капли будут очень красивыми. Смотрите, у меня иголочки сначала в одну сторону, доходя до середины. Потом можно делать в другую сторону. Не делайте иголочки в одну сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь немножко уточняем цветочки. Наводим потемнее красный цвет. И кое-где обводим, делаем линии. Чтобы наши цветочки были более выразительными. Теперь мы приступаем к украшению горшка. Берем яркие цвета и заполняем узоры. Можно 2-3 цвета взять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда вы закончили узоры делать, мы аккуратненько обводим наш горшок. Стараемся тонкой линией. Сверху можно потуще сделать, а все остальные делаем тоненько. Ну вот, наша работа готова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова